всем привет привет с вами подкаст интроверт на кухне образовательной платформы номер один правое полушарие интроверта ну или art for introvert кому как больше нравится с вами сегодня лиза и если вы наверняка прочитали название подкаста и если вы удивлены почему я открываю подкаст про футбол потому что как вы подозреваете я имею футболу почти никакого отношения то я стремлюсь вас обрадовать что я буду только хостить подкаст и буду на позиции слушателя которые задают вопросы духе что такое пенальти а у меня сегодня два эксперта во первых это конечно же наш главный специалист по спорту это глеб наш философ кандидат наук леб что себе расскажешь какие у тебя есть компетенции футболе никаких я здесь с детства смотрю футбол это засчитывается но мне кажется достаточно нормально это это считается в нашем мире это считается среди философов всем привет хорошо глеб тут так заскромничал но вы можете послушать глеба подкасте про спорт где он изображает комментаторов матча сразу видно что долгий долгий был путь долгий опыт связанный с прослушиванием комментаторов матчей и также глеб выпустил классное видео на ю тубе философия футбола обязательно посмотрите так что здесь у нас будет интересно и поскольку в нашей команде не нашлось больше ни одного человека которая смотрит футбол буквально никого в целом оказалось что самым близким человеком футболом является таня у которой футбол смотрит муж то мы естественно решили найти третьего и этим третьим оказалась наша прекрасная гостья ася расскажи пожалуйста какое ты имеешь отношение к футболу и да это подкаст о футболе где будет две женщины один мужчина прямо сейчас три два один начинаете писать что подкаст будет полным отстоем потому что бабы селера говорить за футбол ася кто ты такая меня зовут ася я работаю редактором в эти компании уровень экспертизы в футболе у меня примерно такой же как у глеба то есть его просто очень давно смотрю но я думаю для нашего диванного заседания достаточно еще я работала волонтером на кубке конфедерации семнадцатого года и на чемпионате мира восемнадцатого так что может быть в эту секунду у слушателей чуть-чуть на одну соту процента поднимется доверие ко мне но это не точно это же женщина нет конечно я напоминаю что формат нашего подкаста это такая беседа на кухне поэтому разговор будет проходить максимально дружеской обстановке мы будем много шутить смешно и не очень будем рассказывать личные истории вот моменты субъективного фаворитизма по отношению к разным футболистам потому что это тот формат имеют а подкаст которым мы себя показываем как живые люди если вам интересен более строгий формат вам интересна лекционная подача материала не диалог а именно монолог человека который подготовил информацию прочитал все за вас все структурировал вам рассказов то обязательно смотрите наши курсы вы можете приобрести наши курсы по отдельности купив доступ навсегда либо подписавшись на нас оформив платную подписку и таким образом вы получаете на месяц доступ к более чем 200 курсам с огромным количеством выборов тем то это кстати говоря касается и покупки отдельных курсов чем бы вы не интересовались это может быть здоровый образ жизни или история религий это может быть философия как вообще подступиться к ней как ее понимать или аниме это может быть психология причем как практическая психология например как а сепарироваться от родителей или выстроить личные границы а может быть вам интересно клиническая психология и разные ментальные расстройства прям четко по классификаторам так что друзья сейчас самое лучшее время начать знакомиться с нашей платформы потому что у нас сейчас идет новогодняя распродажа так и новый год она длится не вечно к сожалению поэтому торопитесь ссылка будет в описании подкаста как обычно тем более если вы до сих пор в ужасе от того что подарить своим друзьям если вам попался коллега в тайном санте на работе про который вы ничего не знаете или ваши друзья сейчас живут за границей и вы не знаете как порадовать то у нас есть подарочные сертификаты и я вас уверяю что если вы подарите чеку подарочный сертификат то он точно абсолютно точно сможет найти курс себе по вкусу у нас даже если ваши интересы с ним совершенно точно расходятся потому что у нас есть курсы как я уже говорила абсолютно любую тему так что переходите скорее по ссылке и покупайте подарочки своим друзьям близким коллегам ну или себе потому что я считаю что на новый год на празднике на первую очередь радовать себя и подарки не забывать и себе дарить сегодня тема нашего подкаста звучит просто как футбол и думаю ни для кого не секрет почему вдруг решили об этом поговорить о чем мы сегодня будем говорить но мы в целом поговорим о футболе я задам тонну тупых вопросов если вы захотите написать что кто-то тупой в комментариях то обязательно пишите про меня не надо про ребята они действительно в теме разбираются самый важный дисклеймер который хочу расставить если вы хотите действительно экспертное мнение футболе то обязательно переходите в комментарии все самые главные эксперты с матч-тв с фифы вот все эти люди которые заведуют футболом то те иллюминаты что решают все футбольные вопросы они естественно в наших комментариях вот а так спасибо большое что комментарии пишите вы помогаете таким образом нашему подкасту продвигаться мы очень любим нашу аудиторию и те кто тоже как и я не очень понимает почему футбол такой популярный пишите эмодзи динозаврика покажите что я здесь не одна такая предлагаю по чайку так глеб у меня первый вопрос к тебе как человеку который всегда приходит готовым планом скажи пожалуйста почему футбол такой популярный почему ни один другой чемпионат отдельной игры никто так не смотрит то есть но есть олимпийские игры условные где целая набор разных спортивных состязаний а вот там не знаю баскетбол хоккей что там еще люди смотрят американский футбол наверное только но он у себя регионе популярны почему больше ничего люди всем миром так не смотрят ни на чем так не рыдают и вот в чем причина популярности как ты думаешь мне кажется что целый корпус причин существует но первую очередь первая причина про которую все говорят я тут не буду открывать америку кстати кто открыл америку миша знает вот они я я это не знаю конечно что мне я только футболе вот мне кажется что простота игры можно играть чем угодно потому что пляжика по кабаны доказывают что можно и консервная банка если консервная банка прилетит к вам на пляжку по кабаны можно и играть конечно футбол доступность максимальной доступности простота игры для этого не нужны ни ворота ни сетка ни люди в общем ничего кто знает кто играл в стенку у своей школы как мы когда-то играли кто знает вот эти вот все один сам пошел и вот это вот все ну вы знаете да это самая простая игра самая простая игра и игра которая не лишена каких-то случайностей наверное и возможности для даже самых слабых команд тот самый порядок который бьет класс может быть есть какие-то шансы есть какие-то надежды вижу лизина очень грустное лицо потому что япония к сожалению не заехала со своими я хотела я хотела отменить подкаст то есть я бы отменила если бы могла была проводить его раньше когда я еще была на каком-то каком-то подъеме потому что да я тот самый человек который смотрит футбол только тогда когда бывает это последние четыре матча чемпионата мира по футболу я один раз жизни смотрела с самого начала это был год 2011 2011 был чемпионат мира футболу или 10 10 10 10 точно был 10 год моя подруга не знаю если она слушает привет у нее было это была подруга по косплею не был классный никнейм торос и мы все думали что она это типа бык просто и что-то такое оказалось что-то в честь футболиста вот и она сказала что если испания выиграет или это был чемпионат европы ну в общем наверно лучше знать то она пробежится в одних трусах завернувшись флаг испании по арбату и конечно же мы всей моей компании друзей смотрели все матчи испании и последний матч испания выиграла она пробежалась ее никто не арестовал все хорошо закончилось слава богу есть где-то фото доказательства в интернете если что она была в него завернута поэтому видно было только ноги то есть в этом плане все было очень прилично все были совершеннолетней на всякий случай проговариваю не повторяйте эту историю и мы естественно очень очень болели за испанию и последний матч мы даже смотрели в каком-то баре на невском и там как раз были испанцы мы ушли из предыдущего бара потому что там как раз была команда с как немцами или немцы с которыми играли испанцы и мы ушли в другой бар и в конце типа мы ужасно радовались мы что мы еще смс-ками переписывались мы не все в одном городе были какой был счет это было не сразу жизни когда я так следила за игрой вот мы переписывались перезвонились и в конце мы просто обнимались целовались с этими испанцами и бегали по еще невскому орали вивали а испания и так далее мы еще выучили какой-то набор кричалок на испанском за то время что шел матч вот и все испанцы которых мы встречали ночью на невсков подбегали к нам мы обнимались и кричали вот было очень классно но это был единственный раз когда я все смотрела потом мои друзья перестали то ли скучнее жить то ли друзья у меня поменялись больше никто таких странных вещей не делал и необходимости смотреть самого начала мне ничего не было но в этот раз я подумала но японцы корейцы прошли я следила за ними я вчера после работы очень сильно задержалась не смогла поссорить матч и сидела смотрела текстовую трансляцию и я чуть не расплакалась когда начались пенальти вот эти ужасные я очень болел за японцев и корейцев потому что я просто вебушница и фанатка азиатской культуры и потому что мне очень нравится аниме blue lock где японский японцы короче сюжет этой в аниме что там собрали самых крутых футболистов японии заперли их короче в тюрьме с тренером с всякими роботами чтобы натренировать их победить на чемпионате мира это аниме ушло на netflix и двадцать втором году я думаю что будет пророческое аниме но нет нет придется выбирать за кого-то а кто вышел вообще кто финал выйдет по вашему давайте по вангуем да нет ну надо же задавать вопрос совершенно по-другому кто выиграет давай сразу такой вопрос который никто никогда не задает футбольной среде хорошо кто выиграет мне кажется бразилия я буду ставить на сборную англии потому что я просто болею за нее всю жизнь поэтому я жду когда англия когда-нибудь что-нибудь выиграет и не третье место и не второе потому что это не места есть первое и никакого что кубок мира может быть футбол наконец поедет домой известной песни футбол скамин хом который как раз передается все мечтания болельщиков сборной англии что они наконец но шансов все равно маловато с учетом того как выглядят бразильцы пока но может быть с другой стороны если решар лисон так и будет играть английский человек из английского клуба выиграет чемпионат мира с другой стороны он все равно чуть-чуть капелюшечку но поедет домой футбол так что мы не расстроимся а ты же за испанию болеешь да ась да поэтому меня очень порадовала история которую это рассказала я поняла секрет видимо успеха сборной испании которые повторились победами сначала на евро восьмого года потом на чем десятого потом на евро двенадцатого они видимо просто три раза подряд зависит от того когда твоя подруга устраивала эту акцию не видимо ждали повторения банкета и поэтому специально выигрывали но она была прям безумная футбольная болельщица она до сих пор она потом вышла замуж за парня с которым они познакомились на золотом выезде локомотива вот и все что я знаю футболе я знаю благодаря со двумя подругой вот вот этой подруге и еще одну свою бывшая одноклассница которая водила меня еще на петровске по абонементу потому что ей не с кем было ходить и она брала меня поэтому абонементу поэтому я срела сколько-то там матча зенит выучила кричалки до сих пор их помню кстати знание кричалок зенита очень помогает если вы едете ночным поездом из москвы самым дешевым и весь ваш вагон забит пьяными болельщиками зенита и вот если вдруг у них возникают какие-то странные вопросы начинаете петь какую-нибудь кричалку и они такие сразу это наш человек а потом еще и будет это наши девчонки их вообще не трогайте так что в неожиданных ситуациях мне в жизни помогала мой опыт хождения на петровске вот и какое-то время я даже знала там состав зенита что-то там чуть-чуть разбиралась просто потому что ну как ходишь на регулярной основе на стадион зачем-то в октябре чтобы получить видимо цистит и посмотреть как зенит кому-то проиграл то нужно же хоть какие-то знания с собой вынести кидаю мне рассказать эту шутку которую все посчитали тупой я буду рассказывать я тогда сейчас люди оценят наконец-то спасибо итак смотрите анекдот притча вы языцах как хотите назовите прибаутка которую все знают кто занимался футболом или кто играл во дворе когда значит у вас есть какой-нибудь очень сильная команда да и вот вратарю дает на становление наставление тренера он говорит саня в атаку не ходи счет 5-0 в нашу пользу запомни саня ты вратарь это была короткая прибаутка про сбор на голландии времен восьмидесятых но все равно мы понимаем что когда вы нападаете всемиром на одного наверное результата не будет хотя бывает разное все извини была минутка вот надо было обязательно сказать не знаю зачем но бывает такое глеб пошутил давайте как говорится помянем ну что бахнем чеку хорошо у меня вопрос следующий вот смотрите чемпионат мира проходит в катаре это же пола впервые когда он проходит в одной из арабских стран верно во первых да впервые в одной из арабских стран а во вторых впервые не летом ну как раз потому что там летом очень жарко и поэтому чемпионат перенесли на ус хорошо это предмет очень больших споров сначала точнее еще даже до начала а вопрос а как вообще выбирают место где будет проводиться чемпионат мира по футболу я поняла что в каком там восемнадцатом году или когда у нас проходил чемпионат футбола это было сделано для того чтобы открылась зеленая ветка в метро и я не могла ездить на работу по зеленой ветке потому что постоянно были пьяные болельщики чтобы под моими окнами находящимися недалеко от гостиницы постоянно кто-то пьяный орал если бы я до сих пор помню день когда играл египет и в целом мне кажется чемпионат был создан для того чтобы для всех людей которые работают в центре города они возненавидели футбола всех умеет к нему отношения не популярное мнение что это было отвратительное лето потому что когда выходишь с работы уставший после 20-часовой смены перед тобой просто весь центр забит орущими людьми открывается дверь отуваливается мужик и его тошнит простите почему под ноги и ты такой ну мне еще надо пробиться в метро мне кажется все это было создано для того чтобы просто наказать меня тем летом но вообще как выбирают страну где проходят чемпионаты я знаю как выбирают страну для олимпийских игр там похожая история или нет процедура простая объявляется чемпионат мира не поверите каждые четыре года он по-прежнему идет ну на самом деле не так давно все устоялись на этот счет правила потому что даже три очка за победу в группе до стали давать не так давно на чемпионате европы если я не ошибаюсь это было году в 96 наверное так что современные правила не такие уж современные скажем так процедура соответственно несколько стран выдвигают свои заявки совместные какие стадионы будут построены какой будет собственно возможность транспортной доступности и комитет выбирает страну потом мы узнаем что эта страна была выбрана но у криминалити и прочие вещи поэтому мы знаем что все все произошло как надо у меня вопрос а почему тогда если как я понимаю страна должна быть доступной инфраструктурой с построенными стадионами ну вот вся вот эта вот история а почему тогда когда-то выбрали африку я правда уже даже не помню в какой стране потому что все что у меня в голове осталось как и в мэмплейлисте это песня лиза лиза ну это же юар 2010 это тот самый чемпионат мира на котором испанцы и вот это все во флаге вся история это же он где вы в узел и достали абсолютно всех кто смотрел телетрансляции то есть почти всех людей они не бесили не знаю мне тоже не бесили нормально вот я смотрю не популярны я смотрю непопулярные виды спорта на олимпийских играх меня очень сложно вывести чем-то происходящим ну как бы на как это происходит на стадионе поэтому я помню что я удивилась что в африке точно так же когда было когда были олимпийские игры латинской америки типа рио там же была проблема как раз криминалом с инфраструктурой и вы не представляете сколько было просто невероятных скандалов выяснения отношений по поводу того как достались олимпийские игры рио мне кажется там такая игра престолов творилась я в какой-то момент даже потеряла потеряла в гости ты на один день переставала читать новости потерял уже в какой момент кого обвиняют вот у меня вопрос у фифа такая же история что типа выясняют отношения почему в юар почему в катаре типа ну это какая-то история про то что мы делаем футбол доступнее хотя мне кажется цены в катаре делают его менее доступным там просто проблема в том с выбором места проведения чемпионата мира что голосование тайное и поэтому здесь же начинается почва для каких-то недомолвок подозрений в коррупции и так далее и тому подобное это история которая сопровождает мне кажется каждый чемпионат мира по крайней мере вот в эти лет двенадцать так что скандалы все прежде всего мне кажется растут именно отсюда но и еще надо не забывать что у фифа есть глобальная миссия они несут при помощи футбола не только все свои лозунги типа нет расизму давайте за и quality и прочие вещи они вместе с футболом несут культуру культуру боления культуру единения культуру праздника как они считают праздник правда отзывается у них кошельках у менеджеров фифа но это праздник но это праздник с другой стороны да у людей праздник хорошо вопрос а я думала что ну допустим юар выбрали потому что оттуда много сильных футболистов много же сильных футболистов из африки правильно ну то есть они же играют каких-то там разных топовых клубов например когда я смотрела матч с ганой там были футболисты которые играют там словно маяксе это же не последний клуб то есть может быть это типа дани родине была футболистов известных популярных нет но но не в случае с юар все таки мне кажется что с точки зрения страны понятно с точки зрения доступности понятно с точки зрения того что это африканский континент тоже понятно точно также и с катером была выбрана такая страна средняя которая с одной стороны может потянуть этот праздник футбола который стоил там бешеных денег как всегда и с другой стороны это страна которая ну разделяет так или иначе ценности фифа хотя бы отчасти хотя бы в чем-то хотя бы в чем-то она может пойти на ну то есть если это если это не северная корея то у нас уже норм типа вообще значит нормально потому что выглядит именно так со всеми этими запретами и со всеми этими скандалами которые долетели даже меня ну знаешь все таки запреты насчет запретов ладно там запреты касающиеся того что нарушает права человека это не обсуждается здесь не может быть двух мнений как мне кажется но если у вас другое мнение то посмотрите первый пункт не может быть двух мнений вот но мне кажется что все таки когда мы говорим про футбол очень много тонет вот в этих вот скандалах мы забываем про игру про то что нам доставляет довольствие футбол то за что мы его любим да эмоции переживания вот эти вот моменты голов пенальти штанг и прочих вот этих вот ну для кого-то лучших для кого-то худших ты просто когда начала подкасте говорить про пенальти я сразу вспомнил что я болею за сборной англии это значит что с пенальти у нас из вечной истории да я до сих пор ну по-моему я плакал когда бэкхэм не забил ну в общем я три раза выдохнул если это вырезали то имейте ввиду в восемнадцатом году я конечно не плакал она тоже сильно расстроилась когда испания вылетела по пенальти не буду напоминать от кого хотя наверное все помнят что именно сборной россии поэтому моя реакция встретила много непонимания со стороны многих моих знакомых не от сборной а от ноги акинфеева нога бога нога бога руках бога нога бога мы собираем бога сюда где-то разошелся сразу видно любимая тема а мне кажется что я понимаю что я смотрю фигурку и там немножко все по-другому это же фигурка во первых не групповой спорт во вторых это больше история про то как подготовился ну то есть там меньше везение то есть там тоже везение есть но это как исполнительское искусство но когда не докручивают четвертый ну когда не докручивают чуть-чуть осталось или чисто шел осталось от программы одна треть и он упал или она упала ну зачем заявили зачем еще луцев заявили зачем нормально бы по баллам прошли и было бы ну первое место да выпендривались и ты сидишь это ужасно обидно я помню все эти падения господи ладно ладно черт с ним одиночная фигурка парная фигурка когда партнер ее не дотянул ты думаешь вот или она типа не приземлилась а там видно что она и как бы ты думаешь у вас же всего двое вас же не 20 чек или сколько там футболе бегает по полю типа вы могли как-то договориться на льду это ужасно больно и обидно я смотрю фигурку просто стою и ору на трансляцию особенно когда там последние прокаты особенно когда смотрел тренировочные прокаты ты знаешь что нормально было все почему почему сейчас плохо я видел эту программу 40 раз ты 40 раз ее катал почему 41 ты решил свалиться ну в общем да я понимаю эту проблему короткий комментарий для всех кто сейчас не понял как как и мы короткий комментарий ты смотришь фигурку я так понимаю что не наруто речь не про наруто фигурку смысле фигурное катание предлагаю почеку вот у меня вопрос смотрите а у катера вообще есть сборная она играет в этом чемпионате мира что-то я про них вообще не слышала конечно страна хозяйка не может принимать чемпионат мира если у нее нет соответствующей сборной они даже один мяч забили между прочим не всем это удается кстати сборная катера это такая сферическая штука в вакууме потому что да они выступили очень плохо но при этом они действующие победители кубка азии если я не ошибаюсь где как раз гораздо хуже выступили те же японии кореи которые так нас впечатлили на этом чемпионате мира но у катера все было плохо да поэтому возможно лист и даже не восприняла что они есть ну там огромная турнирная таблица поскольку в этот раз ничего на кону не стояло кроме моей любви к японии корее то следить за ними у меня сейчас меня в комментариях просто распнут смысле не следить турнирная таблица настолько большая сейчас фанаты итальянской сборной меня поддержат турнирная таблица настолько большая что сборной италии чемпион действующий чемпион европы не поместилось добывает а почему они не поместились ну они не отобрались они не отобрались то есть коноренца стоп катер отобрался итальянцы нет ну катер автоматически участвует потому что любая страна гана отобралась гана отобралась ну но отбор проходит соответственно в разных частях света поэтому здесь мы не можем сравнить италию и гану и их достижения в плане отбора на чемпионат мира но да без итальянцев этот раз с другой стороны сборной силе сенегала выглядела если бы она была особенно с моне выглядела бы гораздо лучше не знаю чего им не хватило со сборной англии когда они играли почему 0 3 такие унылые с их стороны но тоже такое бывает сейчас я вижу обсуждение что рональд перешел в сбор и господи в клуб саудовской аравии за какие-то много денег видимо там ему отдельный отель построит ну вот этот огромный арабский отель и он будет жить там на полном обеспечении у меня вопрос если у страны много денег ну очевидно что в арабских странах деньги существуются почему они не могут создать какие-то клубы которые будут выигрывать или научить своих играть не типа в чем проблема научиться хорошо играть сборной если есть деньги ну как бы это не было грустно одних денег недостаточно для того чтобы хорошо играть но в футболе сборных да есть как везде свои особенности здесь дело даже не только в том что у тренера стоит задача в очень короткий срок подготовить и отработать слаженности взаимопонимания футболистов здесь еще важно дети футболисты играют течение года то есть в каком чемпионате они выступают и допустим случае сборной катера они все варятся во внутреннем чемпионате который по уровню очень сильно уступает топовым поэтому неудивительно что они смотрятся гораздо хуже чем те кто выступает на чемпионате мира хорошо а то есть подожди хорошо но вот и из гана у которой куча игроков которые играют нормальных клубах ну по крайней мере те клубы которые с узнаваемыми названиями более или менее почему они тогда не выиграли это мне кажется частично риторический вопрос потому что действительно ты права что в африканских странах очень много классных футболистов которые отлично играют именно в клубах но в сборных им не знаю не хватает какой-то собранности что ли вот на этом же чемпионате были скандалы когда игроки покидали расположение команды и за этого все сыпалось с положение команды это что ну смысле они просто уезжали из катера говорите чемодан вокзал африка до свидания зачем они согласились тогда вообще туда ехать мне кажется это вопрос скорее знаешь психологический чем спортивный ну просто в олимпийских играх так не происходит обычно происходят какие-то запрашивание убежищ понятное дело но то там такого не бывает чтобы кто-то из команды ушел типа это какого-нибудь гонболь за которым я чуть-чуть слежу типа ну вы чё это невозможно это же командная игра вы же команда вы же сборная или там когда выступают сборные фигуристы ну тоже часто бывает такая история нехорошая что фигуристы выступают за сборную а затем на это тратит очень много сил а потом на личные соревнования их уже не хватает это всегда обидно потому что личная медалька и медалька за сборную это все равно разные вещи то есть денег недостаточно хороших футболистов недостаточно что тогда нужно чтобы твоя сборная здорово играла на самом деле здесь не может быть какого-то однозначного ответа хочешь могу поделиться личными впечатлениями почему сборная германии например за которой очень многие болеют и которая по отдельным личностям выглядит блестяще великолепно но вся вместе вот не играет потому что не хватает того самого может быть видение тренеру который не может угадать составом хотя вот слово угадать вообще не люблю что значит угадать составом ты же его выбирал я надеюсь ты его знаешь свой состав поэтому ты можешь понять какой футболист может выстрелить не хватает каких-то очень таких базовых вещей когда из 11 игроков на самом деле из большего количества потому что не бывает такого чемпионата где вы выигрывали бы только 11 человек было бывает всегда что замены всегда нужны 12 игрок это не только болельщики это еще и человек выходящий на замену и чаще всего это минимум три сегодня там даже и побольше наверное людей пул большой должен быть поэтому они должны быть команды они должны понимать свои цели они должны играть в тот футбол который ставит тренер и тренер должен быть тоже готов в истории сборной англии например бывали такие моменты когда тактически тренер настолько слаб что он не может тренировать таких сильных футболистов он не готов с ними работать у него нет такой вариативности не знаю а фабио капелло просто всех защиту гоняет и поэтому ругается с бэкхэмом что он тебе сделал вообще не знаю но бывает я как раз хотела задать мерзкий провокационный вопрос про тренера который не дотягивает этой ситуации сейчас имеется в виду или что-то раньше но глиб уже ответил на мой мерзкий провокационный вопрос нет горит саутгейт тоже странный человек очень но потом его хотели очень чиновники от спорта его хотели все люди от футбольного мира потому что он из состава он вот бронзовые медали брал он вот играл он вот знает чего он знает по нему вообще непонятно но мы же мы все надеемся что он чего-нибудь знает такое что он потом подкинет нам в качестве интересной идейки не знаю на сборной франции скорее всего уже срежется сборной англии по понятным причинам и гризман будет как всегда торжествовать и раздражать меня своим лицом я озвучу что аси сейчас простите что перебью но на моменте про сборную франции аси начала подняла кулаки вверх и помахала им типа ей это не совсем на моменте про сборную франции просто такое лирическое отступление я болельщица футбольного клуба атлетика за которые выступал потом взял паузу так сказать вот так вы это называете ушел в барселона теперь снова в атлетик антуан гризман у меня такие с ним love-hate relationship но на этом чемпионате мира я все равно за него радуюсь поэтому я и скинула кулаки к небу при упоминании этой фамилии я понимаю да для посты за какой клуб болеешь кстати я ни за какой клуб не болею я уже говорил об этом в подкасте про спорт когда-то я очень сильно переживал за монкунианцев а не путать как это делал по моему рабине да когда-то пришел в манчестер сити сказал а я думаю я не тут манчестер перехожу за манчестер юнайт это когда-то переживал а за какие российские команды вы болеете или в нас нет выбора мы в петербурге локация типа только зенит остается выбор есть всегда главное себя осторожно вести да ну я в рпл никому не сочувствую не сопереживаю и ни за кого не болею так что здесь ничего не могу сказать последний матч на котором я был играли тосно вот затосно они еще были живы да они еще были живы вспомним так сказать помянем тоже ну в общем туда же ну я была на нескольких матчах зенита да ну как-то любви не сложилось несмотря на общую прописку ладно мне нравился старший мне казалось аршайн классный футболист старших классах но опять же напоминаю он он нравился моей однокласснице как и весь зенит поэтому не то чтобы у меня было свое собственное мнение по этому вопросу хорошо глеб мы тебя перебили на мысли про что-то там сборную франции простите очень много новых слов я сейчас сижу и просто слышала в отдельно клуб франция тренеры мне кажется что если возвращаться к мысли про то чего не хватает не хватает какого-то здравомыслия и хватает возможности сказать некоторым футболистам что если ты задираешь коленки в игре с со слабыми соперниками которые которых ты считаешь слабыми кичишься этим когда ты ну прямо скажем извините за сленг погано играл за челси ты погано играл за челси ты ты был там столбом просто потому что больше некому было играть а всем остальным было сколько там уже 39 40 50 не знаю сколько столько же сколько роналду вот ну понятно что вот эти вещи футбол не прощает в некотором смысле футбол все-таки несмотря на всю свою субъективность несмотря на то что это спорт но в чем-то футбол не прощает вот такого к себе легкого отношения точно поэтому же мне кажется и не получается успехов потому что очень много мы знаем на самом деле истории когда футболист любой национальности например воспитывается в немецкой школе и он успешен потому что школа другая у него совершенно или в испанской школе например футбола где есть традиции определенные и он понятно какого уровня будет футболистом но если он воспитывается в национальных клубах это всегда очень сложно он привык чаще всего выезжать на своих каких-то хороших качествах и он чаще всего свои недостатки никак не развивает он не пытается с ними работать а высококвалифицированный футболист это в первую очередь универсал сегодня когда футбол такой какой он есть когда он очень энергозатратный особенно когда вот если мы говорим про катер когда они из сезона вырваны и вдруг вынуждены играть не знаю это очень сложно с учетом того как сегодня принято восстанавливаться после крестов сколько там две недели уже нужно после крестов восстанавливаться на полтора года выпадали кресты это тюрьма тюрьма около площади санкт-петербурге что ты имеешь ввиду какие кресты крестообразные связки я думаю стоит сказать это для аудитории слушать такие люди то есть ты не знаешь что такое луц но что такое по-твоему наша аудитория не значит такой луц и фигурка не сложат а вот кресты типа о да понятно каждый день такое слышу 11 справедливо да да защита надо сегодня просто принято очень быстро восстанавливаться после травм даже если ты не восстановился на самом деле но если кто-нибудь когда-нибудь видел швы на коленке роналда такого бразильского нападающего тот понимает что и чем и как достаются на самом деле успехи футболе про кресты как раз первом матче сборной франции защитник люка эрнандес порвал кресты и к сожалению выполнен весь чемпионат мира надеюсь что они будут форсировать его восстановление из-за него его брат поиграет потому что конечно играть с травмой это очень опасно поэтому если вдруг кто-то слушает этот подкаст занимаясь любительским футболом не делайте так достижение того не стоит особенно если у вас есть брат тео и он поиграет за вас да очень удобно а там два брата футболиста да офигенный вопрос ответ в духе это была тактика и вы ее придерживались да у меня была тактика и я не придерживался хорошо давайте перейдем кстати в этом в этом меме неправильно используется слово тактика потому что там была стратегия извините просто чтобы делать то же стало ну что бахнем чеку у меня следующий вопрос смотрите почему в этом подкасте участвую я мы не нашли третьего человека который знает типа с какой стороны нападающий с какой стороны вы полузащитник у меня я уступаю но первых в роли этого человека чтобы тем людям тем людям которые нас слушать не разбираются в футболе было не одиноко чтобы они знали что еще более тупой чем они ну и дело в том что сейчас футбол стал таким медиа шумным ну то есть еще десять лет назад я конечно понимаю что когда зенит вот тогда выиграли кубок все с ума сходили просто последние 10 лет футболисты стали очень они всегда были медиа шумными то есть есть даже целый феномен там например жен футболистов британии это отдельная тема для прессы для мы знаем что британская пресса британская желтая пресса самая желтая самая жесткая в мире если вы не знали об этом погуглите просто истории про то какие там шпионские расследования жучки какая сеть разведчиков есть у гигантских медиа магната в британии просто американские рядом не стояли и там есть целая история про жен футболистов следите более-менее за британской прессой то там постоянно вкидывается какие-то новости про них это отдельная каста звезд не такая как у нас у нас есть условно одна бузова с тарасовым и по-моему все знают про бузову больше чем про тарасова наоборот там стены скандалов и вы знаете что человек самым большим количеством подписок в одной из известных соцсетей это даже не кто-то из кардашлинов это вообще-то футболист ну то есть это говорит о том насколько футбол сильно влияет на 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 маркетинг и на вообще всю современность о том что даже люди которые не знают ничего не смотрят футбол не интересуются футболом они все равно ним слышат хотя потому что большие компании проводят огромные промо акции и так далее и тому подобное то есть куча денег в маркетинг и бизнес тут влито и вот у меня вопрос они превратился ли футбол по вашему мнению людей которые за ним давно следят в одно бесконечное шоу сейчас очень много не сейчас ладно последние много лет об этом говорят что фигурка превратилась в одно бесконечное шоу мы фигурки то проблема есть в том что фигурное катание это в принципе шоу это выступление проблема в том что мы уже обсуждаем выступление условных наших девочек это из россии меньше чем скандалы вокруг перехода от тренера к тренеру и но футбол это не выступление ну как фигурка то есть это не то футболисты же не репетируют свой матч и когда меня оттачивают этот номер до конца это все равно какая-то история про азарт и так дали тому подобное я как-то за большим теннисом следила в этом плане они похожи но при этом футбол как будто превращается уже не спорта где вы сну где вы там должна торжествовать сильнейший быстрейший может быть удачливейший а просто какая-то бесконечное перемывание костей бесконечные какие-то скандалы новости футболисты как будто сами этому потворству я позволю себе с тобой не согласиться что как бы допустим фигурное катание это само по себе шоу футбол нет потому что футбол тоже тоже зрелищная игра все равно сама по себе игра то что происходит на поле это шоу даже в отрыве от каких-то медийных скандалов ну и любой крупный вид спорта все равно как-то перемежается соцсетями скандалами вот все очень любят препарировать кто с кем встречается кто кого у кого увел я честно говоря просто стараюсь за этим не следить мне это не интересно но мне кажется наиболее заметно это футболе как раз потому что вот как мы с этого начали подкаст что это просто самый популярный вид спорта и тот вид спорта в котором крутится больше всего денег и многие смотрят его так от раза к разу достаточно поверхностно поэтому все об этом знают но я бы не сказала что вот чисто игровой элемент куда-то исчез и осталось одно шоу скандал интриги расследование глиб ты как считаешь мне кажется да соглашусь потому что есть такая расхожая фраза а кстати можно вспомнить если вы уснули то вы обязательно вспомните этого человека на самом интересном матче значит как там говорят начало матча время выключить интернет забыть расклады начинается собственная игра это было про василия уткина он уснул на одном из матчей когда работал а это не тот подождите а василий уткин это не тот который женщин свою школу комментаторов не берет очень большим уважением к нему отношусь но это конечно а вот напрасно напрасно ты с большим уважением а он никому с уважением не относится по моему ну это его дело его интересно слушать мне кажется мы так и проигрываем да он наверное один из лучших комментаторов чтобы но мне кажется что шоу футбол всегда был рука бога какие-то скандалы наркотиков было гораздо больше раньше судя по всему а глеб как будто знаете с ностальгии такое вот раньше 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 было много наркотиков есть друзья если что правополушарий интроверта не поддерживает употребление психоактивных веществ употребление алкоголя мы против мы имеем ввиду сейчас спортивные допинги ведь правда ли спортивные допинги да конечно в случае с марадонной да он без этого вообще держаться не мог мне кажется на поле бы не вышел ни разу вот но здесь надо понимать что это всегда было элементом шоу это всегда немножечко даже еще по трибунные помещения вы еще не вышли на поле вы уже может быть кто-то какая-то команда уже проиграла потому что вы проиграли психологически как вот эти вот идут различные задавливания расклады психология существует ли психология этих самых победителей бывают ли эти самые победители по жизни или там в футболе и это все очень сложный вопрос мне кажется что игра расставляет все на свои места особенно когда мы говорим про то что не знаю существует и очень скромные ребята вроде мане вроде канте существует действительно очень скромные хорошие ребята футболе их всегда было много их всегда было на самом деле больше хорошие арбитры замечательные люди их всегда больше в нашей жизни и просто мы за вот этим шумом часто не успеваем вот заметить как много хороших людей на самом деле вокруг у вас есть любимые футболисты такой элегантный подход к тому самому вопросу роналду или мисси ламба или фера да ну вообще этот вопрос глеб придумал и типа я если мне спросить самый известный футболист я скажу не знаю пиле ну типа ладно шутка шутка была тупая давайте назовите своего любимого футболиста есть такая фраза что ни один футболист не может быть больше футбольного клуба и в моем случае как раз моя самая большая любовь футболе это именно клуб а не какой-то конкретный друг хотя кого я обманываю когда-то я очень сильно действительно любила того же самого антуана гризмана но после фортеля с барселона любовь немножко остыла сейчас я не могу назвать своего кого-то конкретного любимого игрока просто откройте в интернете состав атлетикой прочитайте все дожди ну а в детстве ты же с детства футбол смотришь был какой-то любимый футболист детстве ася давай так каждый раз когда девушка говорит что она любит футбол ей говорят интерна из-за пацанов смотришь красивых терна тоже такой какого красавчика ты смотри да да итак аси давай я уже начинаю уходить от ответа как какая-нибудь тина кандалаки да и до такой же скорости разгоняюсь нет ну вот в начале подкаста уже вспоминался фернандо турус хорошо можно тогда я отвечу на вопрос кто мой любимый футболист потому что мне уже даже захотелось ответить это прекрасно да да я я резко выбрал вдруг он появился да на самом деле это футболист прошлого не могу сказать что он был замечательным великолепным но револдо был когда-то хорошим футболистом и мне очень нравится его замечательный поступок он распилил свой золотой мяч и даже уборщица получила частичку этого золотого мяча потому что он не ставил себя выше клуба соответственно барселоны тогда на тот момент правда конечно без скандалов тоже не обошлось и в общем он не самый лучший человек но человек с очень необычной биографии его отдали на сдачу из своего первого профессионального клуба то есть в него совсем не верили но при этом вот он доехал до олимпиакуса немного не мало дубуны бунуткера он тоже доехал но это уж ладно детали кто там не бывал андрей сергеевич кстати там по-моему тоже играл да нет но не важно где андрей сергеевич только не пропадал четыре мяча отгрузил и все на том да ну что бахнем чайку слушайте вот мы поговорили про известных футболистов и давайте поговорим про очень важную штуку про известных фанатов потому что ведь фанатство футболе это очень мощная штука но в том смысле что футбольные фанаты это самые известные фанаты в мире потому что с ними постоянно это скандалы я искренне восхищаюсь того как много сил у людей уходит на фанатство от футбола футбольные фанаты тратить гигантские деньги гигантские силы на это все вот это просто люди как будто жизнь этому посвящают появляются ощущения некоторые ну я не знаю какой был вопрос но будет вот мне кажется что футбол да для многих это действительно жизнь ты очень многие на самом деле погружаются вот в эти все перипетии потому что их очень много еще всех этих перипетий но вот даже не будем брать там ладно манчестер юнайт это слишком глубоко давайте возьмем возьмем сборную англии не так давно произошел вот этот вот скандал когда отставка тренера была из-за того что он вдруг выяснилось что он возможно коррупционер ничего себе никогда такого не было и вот опять как неожиданно да что оказывается там они придумывают какие-то схемы не очень хорошо отзываются своих коллегах о такого никогда у нас конечно не было мне кажется что футбол это действительно жизнь но очень многие как-то около футбольную жизнь около хоккей на около баскетбольной жизнь погружаются и просто за счет того что баскетболисты волейболисты не такие медийные личности и таких закидонов может быть извините опять же у них может быть нету не подожди ты просто не следишь за американскими новостями там баскетболисты они прям жару дают у них такая медийная жизнь нет но там баскетболисты леброн джеймс возможно станет президентом сша когда-нибудь я не удивлюсь это правда так но это мы не сравниваем да спорт высоких достижений и просто вот просто баскетбол какой-то ладно ладно извиняюсь извиняюсь ты понимаешь это на самом деле же шутка в шутке когда мы воспроизводим какие-нибудь типичные такие вот предрассудки я надеюсь ты понимаешь как и наши зрители понимают что мы над этим ну вот действительно смеемся потому что это то что не украшает спорт на самом деле это действительно так потому что когда ты следишь за тем кто что чего куда пошел еще я понимаю когда цепляют игрока сборной за то что он попытался уехать и вот это вот это это как-то мне понятно но когда ты следишь за тем каких он сегодня был бутсах чего он с какой ноги он вышел из этого автобуса в каких он был наушник да ну бог с ним не поможет ему это выиграть все равно они проиграют условно говоря там на какой-то определенной своей стадии так или иначе очень много сосредоточено не на игре потому что ну справедливости ради очень много скучных игр это только очень большие фанаты футбола скажут что каждая игра была этого чемпионата мира украшением но не каждая ну прямо скажем таких игр набралось но не знаю ну две может быть многовато было нулевых ничьих конечно но можно вернуться к вопросу или к рассуждению лизы про футбольных фанатов и почему они себя так ведут почему они такие безумные просто помните год или два назад футбольные фанаты английские забулили девочку немку типа там ребенку пять лет алё типа что она плакала когда сборная германии или германский клуб я проиграл и они это это было ужасно типа что с вами не так оскорбление ребенка да это было взрослым я пыталась прокомментировать другое просто у многих людей как раз из-за таких очень некрасивых историй складывается впечатление что футбольные фанаты это вот какие-то дядьки или тетки которые сидят на диване с чипсиками пивасиком в майке алкоголички с очень пропитым лицом и кричат что-то в телевизор я понимаю что у людей нет возможности посмотреть на меня возможно они тоже визуализируют какую-то тетку я скажу тут сидят на диване глеб и ася в трениках растянутых ася в халате справедливости ради я в майке я просто пытаюсь сказать что да я человек по жизни очень сдержанный а вот в футболе я как бы получаю право как-то немножко выпустить эмоции бывали случаи когда я просто или кричал или ложилась на пол без сил поэтому такое тоже бывает это как раз к вопросу о том что почему люди люди без футбола потому что возможно они получают какую-то эмоциональную свободу возможность для разрядки почувствовать себя собой очень пафосно звучит но просто если уж делиться личными историями да я нашла много и приятелей и друзей в футбольной сфере я как раз тот сумасшедший человек который ездил на выезд извините за тавтологию правда такой не знаю как его оценят true фанаты если они вдруг забежат этот выпас послушать но я ездила в москву в девятнадцатом году когда у нас еще была лига чемпионов и вот это был один из тех разов когда атлетика игрался уже упомянутым сегодня локомотивом и вот я вырвалась несколько человек покрутили пальцем у виска хотя мне не казалось что я сделала что-то зарядовом находящее но это вот как разному вопросу что-то бывают такие люди даже если по лицу или по отсутствию майки алкоголички это непонятно я вообще-то чему вела на самом деле вопрос был очень трогательная история ася очень милая что как видите а что ты сделала ради футбола я все плачут на этом моменте да я знаю достаточно много футбольных клубов английских в основном и пару итальянских просто потому что итальянский я знаю потому что я очень любила одно время джессера пола сорантина он большой футбольный фанат и он очень много времени в интервью своих посвящает сорантина это которая молодой папа великая красота и молодость и он очень много времени своих интервью посвящает футболу и ты такой спасибо дорогой полос господин пола сорантина я читаю это интервью перевожу в 4 утра чего для того чтобы узнать что вы думаете об играх внутри футбольной жизни италии очень приятно и один из их последний фильм который ностальгический там тоже футбол играет большое значение потому что это его автобиографический фильм а у него для него футбол играл всю жизнь очень большое значение и поэтому ты вот так вот читаешь это смотришь а потом сидишь и гуглишь про эти клубы что это вообще значит что это может там сочетание цветов и значать и так далее но но что важно мне кажется меня поймет любой человек который слушал инди музыку это совсем странно при 95-х год и вот если вы слушаете британских музыкантов то у вас точно есть футбольный клуб который вы можете 5 футбольных клубов которого можете назвать порядке своих фаборитов даже если вы не смотрели ни одной игры но вы можете их назвать потому что это будет порядок ваших любимых групп и если человек когда человек называет британские музыкальные бутики футбольный клубы я вспоминаю естественно не футбольные клубы, я вспоминаю только британских музыкантов, потому что они очень многие ярые футбольные фанаты, мне кажется, это какой-то такой обязательный, не берут вас в британские музыканты, если у вас нет любимого в клуба, и я как-то на концерте болтала с каким-то мужиком, который был, да, из Англии, и я назвала Челси, когда он спросил меня про футбол, я уже не помню, почему, как мы дошли до этого вопроса, знаете, вот этот момент, когда вы стоите на музыкальном фестивале 12 часов, ну, типа 15 часов в ожидании, когда хедлайнер выступит, там, во-первых, сначала вы стоите просто умираете, а потом вы еще и под солнцем, дождем, ну, слушаете 100-500 неизвестных групп, и вот уже на 14-й час наконец выходит кто-нибудь, кого вы ждали, вот это тоже, а, там же тоже еще тактика и игра, потому что вы-то приходите заранее, чтобы встать в первый ряд, и потом приходят люди, которые пытаются вытеснить вас, и вам нужно удержаться у этих, у этих, у этого ограждения, это игра на выносливость, на тактику, и сразу понять, кто крыса, которая очень медленно пытается тебя выдавить, и когда начинается, ну, как бы все начинают слэмиться, пытаются тебя вытолкнуть, потому что, ну, а если тебя вытолкнули, ты практически потерял, с моим ростом метр 60, ты потерял возможность просто из-за длинной рук вернуться обратно. Так вот, и мы с каким-то мужиком очень долго стояли, и когда я сказала Челси, он сразу сказал, ну, значит, ты больше улюбишь блёр, чем Оазис, я сразу поняла, потому что Блёрн, да, потому что Дэймон Алмберн, он, конечно же... Он столичная штучка, конечно. Ну, он столичная штучка, да, за Челси, за Челси, и он же... Мне казалось-то всегда очень трогательно, что они еще с Галлахером, если что, тут маленькие дисклеймеры, было историческое противостояние Блёр и Оазис, ну, то есть, на самом деле, оно больше медийно, ну, подкидывалось в огонек, типа, дровишек. Но они, правда, из разного, ведь, из разных социальных кругов. Галлахеры такие пацаны с завода, ну, как Касаби, например. А Блёр, есть классный мем, ты видела там, где стоит Галлахер, один из Галлахеров, и что-то кричит Албрану, это, причем, фотка размыта из 90-х, по-моему, с какой-то премии на МАЕ, New Musical Express, это журнал, и там такая подпись, это мой самый любимый мем в интернете, он кричит, слушай, у нас тут заводские пацаны тусуют, типа, парням из арт-колледжа вон туда. Ну, там немножко погрубее было, но я все считаю, что это лучшее описание этого противостояния. Моё любимое на эту тему, это прекрасное видео, где Лиам Галлахер пытается воспроизвести слова Блёровской песни Girls and Boys, то есть, как бы, он там толкал очень длинную речь, что вот Нойл Галлахерова брат, вот он-то пишет тексты песен, ого-го, а Блёр, вот эти вот выпендрёжники из арт-скул, Girls and Boys, Girls and Boys, ну и так далее. А Нойл на фоне поёт вообще другую песню. Да, когда он начал толкать только эту речь, и там начался самый главный вообще, ну, как бы, главный слом этого видео, я сразу вспоминаю, как Вандерволл повторяет, блин, два предложения, буквально всю песню. Это песня из трёх предложений. Тусть стоит сказать, что я обожаю Вандерволл. Это моя любимая песня, каждый раз, когда я с кем-нибудь что-нибудь праздную. Anyway, here's Вандерволл. Да, я дохожу до стадии, когда я такая, друзья, нам, во-первых, надо спеть Seven Nation Army, во-вторых, нужно послушать Оман. Кстати, очень футбольный набор. Да, да, Оман Продиджи, и, конечно же, спеть Вандерволл и порыдать. Ну, типа, иначе праздника не было. И Галлахер, они как раз, ведь, за Манчестер, и мне кажется, есть целая подборка, есть, кажется, целая подборка галлахеров, которые кому-то что-то доказывают или выпендриваются на матчах, обязательно в парочках своих, типа, моя самая любимая в мире история. Более того, я даже помню, что он брал интервью Марио Болотелли. Недавно он заявил, что, ну, если что, я говорю про Наэля, потому что это он главный такой саботажник, что он бы позволил своей жене переспать с Дэвидом Сильвой. Я просто каждый раз, когда Наэль открывает рот, и он часто говорит о футболе, к слову, я сижу и такая думаю, господи, да что с тобой не так? Почему? Что с тобой не так? Касабин, офигенная группа, они прям тоже такие простые пацаны, которые очень сильно любят Лестера, и постоянно, они, кстати, часто выступают шарфами Лестера, и постоянно говорят, и у них песни есть, клабфат, ну, вот это, клабфуд, простите. То есть, вот эта история, она в мою жизнь так проникла, поэтому я могу назвать вам сколько-то там клубов, без понятия, кто за них играет, но я знаю, как выглядят их шарфы, и я знаю... Логотипы. Логотипы, да, да. Да, кстати, меня удивило, что еще Мориси за Манчестер Юнайтед, потому что он вообще, типа, часто тоже пробоутит, это очень странная история, потому что Мориси вегетарианец против насилия, он пацифист, но при этом, когда про футбол, его прям разносят. Ну, Мориси, как мы знаем, дед со странностями, поэтому он даже не всегда чисто за Юнайтед топит. Точно помню, была такая история, на какой-то концерт он выходил в футболке Вестхэм Юнайтед, то есть как бы здесь тоже к нему есть вопросики. Мне кажется, он не такой уж и преданный фанат Юнайтед. Есть еще манчестерская группа The Stone Roses, и ее солист Йен Браун с детства болел за Юнайтед, но вся его семья была за Сити, и они его бедного заставляли ходить на матчи, покупали ему мерч, и он вот только, когда вырос, смог наконец как-то переметнуться в другой лагерь. Это просто тоже, мне кажется, забавное такое что-то. А я вспомнила Сашу Капрануса из Францфердинанд, что он переехал из Англии в Глазго, и там в Глазго два клуба футбольных самых популярных, и они делятся не только по... Эти фанаты клубов не только по принадлежности, за какую команду ты болеешь, но и по политическим взглядам, ну, типа, за отделение от Британии и против отделения Британии, и также на католиков и анг... Господи, католиков и англиканскую церковь. Вот. И все его спрашивали, ну, типа, ему было всё равно, и он не особо... Капранус не очень интересуется футболом, и он не хотел участвовать в этих разборках, потому что тебя втянут. И поскольку Капранус это греческая фамилия, он знал, что вопрос не про клуб, а вопрос, в какую церковь ты ходишь, это следственно, за какой клуб ты болеешь, следственно, ну, как бы, что по понятиям, пацан. Вот. И он говорил, что он относится к греческой православной церкви, и таким образом всю старшую школу просто пролетел над этими конфликтами и сумел их избежать. Вот такая забавная история. Предлагаю по чайку. Окей. Ну, Ася, давай, я задам этот страшный вопрос всё-таки. Ну что, Гриштиан Роналду или Лионель Месси? Сейчас меня уничтожат с обеих сторон, потому что я отвечу ни один, ни другой. Антон Гризман. Нет, тоже не он. Ну, как здесь подходить к вопросу, да? Являюсь ли я фанат для кого-нибудь из них? Нет. Кто, по моему мнению, выше как футболист по классу? Конечно, Месси. Кто, по моему мнению, лучше как футболист, который умеет притянуть к себе внимание медийное в том числе? Конечно, Роналду. Но как-то с точки зрения фанатской любви, да, я не испытываю её ни к одному, ни к другому, но как футболист, мне кажется, по классу всё-таки выше Месси. Хорошо. Здорово. Если бы мне, меня заставили выбирать кого-нибудь одного, ну, я бы выбрал Криштиану Роналду из-за того, что он играл за Манчестера Юнайта. Да, за Манчестера Юнайта в том числе. Ну, плюс мне очень не нравилась история с тем, что Месси сменил свой 19-й номер на десятку, и вот эта вся история с тем, что Рональдини её оставил ему, он всё-таки взял. Мне было бы прикольно наблюдать, если бы все носили 19 на своей спине, и вот это был бы первый такой вот футболист. Не 10, все носят 10, а вот он один такой. Мне кажется, где-то он свернул не туда. Ну, плюс все эти интриги, скандалы, расследования вокруг обоих не красят, по-моему, ни одного, ни другого. Ну, это так, в общем, всегда бывает. Хотя, с другой стороны, если говорить вообще про деньги, не кажется ли тебе, Ася, что большие деньги вообще вот портят футбол? Это тоже очень философский вопрос, потому что, с одной стороны, когда какие-нибудь шейхи покупают какой-нибудь небольшой клуб, казалось бы, появляются надежды на процветание у тех, у кого их раньше не было. С другой стороны, конечно, баланс в футбольном мире нарушается, потому что есть гиганты, которые тоже получают доступ к большим деньгам, могут скупать самых классных футболистов, а за нарушение так называемого финансового фэйрплей, по идее должны прилетать санкции, но они не прилетают. Стоп, что такое финансовый фэйрплей? Ну, грубо говоря, это значит, что клуб не может тратить больше денег, чем он получает. Ну, понятно, что очень многие этим принципом пренебрегают, и здесь должны начаться для них проблемы, но они не начинаются. Опять-таки, как неожиданно, никогда такого не было, и вот опять. С другой стороны, по СЖ, даже несмотря на все свои финансовые вливания, несмотря на то, что там Неймар, Месси и туча других прекрасных футболистов, имена которых уже люди меньше знают и хуже знают, так или иначе, результатов как не было, так и, в общем, пока нет. Не в обиду, опять же, фанатам тех, не в обиду фанатам ПСЖ, но... Это, если говорить, мне кажется, о европейском первенстве, верно? О Еврокубках, потому что во Франции, конечно, большая разница есть между тем, каким был ПСЖ до покупки шейхами и после. Ну, естественно... Ну, понятно, что выше котируются в Еврокубке. Марсель и Леон тут должны, конечно, вспомнить о том, что у них были тоже славные времена, наверное, но и сейчас тоже, в принципе, конкуренция, в общем-то, остается. Хотя, на самом деле, конкуренция — это такой очень сложный вопрос, как мне кажется. Если спросят меня, и вот если интересно кому-нибудь мое мнение, никому не интересно, но я все равно скажу. Вот, насчет денег. Деньги, мне кажется, что играют очень большую роль в футболе, безусловно. Это, в первую очередь, средство заработка, потому что тот же Манчестер Юнайтед восстает там против своего владельца. С колен. Да. Ну, хорошо. Можно подробнее? А зачем они восстают против владельца? Что произошло с Манчестер Юнайтед? Он американец, и им не нравится его стиль управления. Справедливо. и он пытается заработать на своем клубе, потому что он бизнесмен. А им бы хотелось, чтобы их клуб был великим. Ну, это естественное противостояние владельца клуба. Редко, когда бывает так, что владелец клуба одновременно хочет и величие этому клубу. Обычно это либо бизнес-модель, либо это средство прославления имени себя. То есть, мы много знаем таких примеров, на самом деле, когда какие-то миллиардеры покупают клубы, ну, в качестве своей, не знаю, там, игрушки или чего-то еще. Предлагаю по чайку. Про объективность в футболе. Ну, разве вообще возможно какая-то объективность? Глеб, ты как философ можешь ответить? Мы же знаем, что нет. Ну, очень многие люди все равно требуют от спорта какой-то объективности. Говорят о том, что вот ты пробежал там быстрее всех, как Усейн Болт. Все, объективно ты самый сильный. Теперь есть Вар, и, надеюсь, рука Бога больше никогда не остановит сборную Англии. естественно. Что ты имеешь в виду? Потому что многие забывают... Это Марадонна? Марадонна. Марадонна забил рукой. А это разве можно? Конечно, нет, поэтому и рука Бога. А ему засчитали? Но вот видишь, Борнанна не это остановила. Ему засчитали в итоге этот гол? Да, засчитали. Что? В смысле? У вас же там правила в этой игре есть, разве нет? Ну вот, теперь поэтому целая бригада арбитров следит за тем, чтобы футбол был чище, но не совсем понятно, что там Япония, как она забила свой гол, выкатился мяч или не выкатился. Все равно мы гадаем. Так или иначе... Так что Вар не панацея, к сожалению. Да. Так что, когда мы говорим про объективность, речь скорее про вопрос, критерия, что вот отбор, например, возьмем чемпионат мира этот. В одной восьмой ровно половина команд представляет европейский футбол. В одной четвертой еще больше команд представляет. Мы, надо понимать, из какого момента записываем. Мы еще не знаем всех результатов четвертьфиналов. Мы понимаем, что европейских команд действительно очень много. Их изначально очень много. И с другой стороны, вроде бы как очевидно, что, ну, европейский футбол действительно сильнее. Его и должно быть много. Тем более, вон чемпионы Европы все равно не попали, не отобрались. Это, я не шучу, ну, это просто, ну, это выглядит как-то немножко странно, но такое, да, тоже бывает. Это скорее печально для фанатов Squadra от Zura, но такое тоже бывает. Интересно, вот, твое мнение, Ася, надо квотировать футбол, надо заставлять африканские страны активнее принимать участие в европейских кубках, или это не поможет, действительно, это тоже не панацея, как и раздать всем одинаковое количество денег, сделать финансовый fair play и все сделать абсолютно честным и прозрачным. Да, мне кажется, это звучит достаточно утопично, потому что, по моему мнению, ни один план здесь не сработает, и выровнять всех не удастся просто потому, что так не бывает. Мы не знаем. Ну, просто я занимался утопиями, и ты вот так легко меня, конечно, раскусила. Неприятно, но бывает. Бывает и такое. Так что, когда мы говорим про то, что слабая конкуренция, или что деньги очень сильно решают в сегодняшнем футболе, ну, сложный вопрос, посмотрим на результаты. Это точно так же, как говорить о том, что все финалы абсолютно всех соревнований футбольных, они бывают скучными. Но Ливерпуль-Милан. Да. Смотрела? Я не смотрела, я еще тогда не увлекалась футболом, но я знаю, о чем идет речь. И, конечно, люди, которые заранее выключили телевизор, очень много. Да-да-да-да-да-да, да. Ну, вот мы здесь говорим про гегемонию Европы, а через дней 10 узнаем, выиграет чемпионат мира как-нибудь Бразилия или Аргентина, и вот разобьются все наши мысли об этот факт. Ну, футбол для чайников. А почему у нас, ну, вы так говорите, гегемон европейских стран, если Латинская Америка, это родина кучи известных игроков, и латиноамериканские команды, ну, имеют у них клубы, потому что, может, и клубы известные есть, я просто не знаю о них, но сборные всегда хорошо выступают. А если хорошо выступать в сборной, почему тогда клубов известных нет? Потому что там нет такой высокой конкуренции в рамках одного континента. Клубы, безусловно, есть, но так или иначе они сменяют друг друга, если даже говорить про открытый и очень интересный бразильский чемпионат, так или иначе мы понимаем, что там все равно есть несколько лидеров, и есть все равно клубы отстающие всегда. В первую очередь из-за денег, во вторую очередь из-за, там, может быть, футбольной школы. Это уже такой фактор, может быть, номер два, номер три. Но так или иначе мы понимаем, что там нет выхода на международный рынок, если нет продажи прав на трансляцию, если не поддерживается этот кубок, тот же кубок Либертадорос, так или иначе это неудобно для европейского фаната, который является основным потребителем этих соревнований, потому что, будем честны, США и Канада, это не главный рынок сбыта этого контента. Так или иначе мы понимаем, что этот кубок остается вне, ну, действительно вне взора. Так еще нужно понимать честно, что когда ты играешь в чемпионате Бразилии, тебя почти наверняка, как бы здорово ты не играл, если бы Неймар играл даже там, даже так уже бы феерил, или, например, забивал 20 голов за один матч. Схантит в Европу в любом случае. Схантит в Европу, это понятно. Его не факт, чтобы вызывали в сборную Бразилии, потому что считали бы, что уровень чемпионата все равно не соответствует. Плюс у него нет никакой конкуренции, у него нет никаких возможностей показать себя в других каких-то тактических действиях. Это тоже бывает, потому что когда, ну, каждый же знает, как лучше, поэтому тренеру все советуют. Вот надо было взять этого, не этого, и потом получается то, что получается. Особенно, когда, мы знаем, такие примеры бывали в сборных, когда берут в той же самой сборной Англии просто по запросу болельщиков всех игроков, потом из них не собирается команда, и ты такой, типа, как так вышло-то, что у вас 15 вратарей? Да, бывает такое. Ну что ж, и такое тоже бывает. Мне кажется, что когда мы говорим про конкуренцию, она должна быть естественной. Если будут какие-то факторы работать, как тот же финансовый фейерплей, если вдруг кто-то заметит, траты Барселоны, траты Манчестер-Сити, Нью-Касла, траты ПСЖ. Траты Ювентуса уже, правда, заметили. Это, видимо, первая история, где санкции все-таки действительно будут применены. Не знаю, если говорить про Ювентус, это какой-то многострадальный клуб. Почему-то как выписать больше всего очков за какие-то махинации, минусы, так это им фейерплей, так почему-то их настигает. Может быть, кто-то тоже просто не любит Италию. Может быть. А может быть, кто-то, кстати, не любит персональный Ювентус, потому что мне кажется, что у Ювентуса же, да, до сих пор, наверное, играет во время празднования голов фрателис Челси Даггер. Мне кажется, что, да, неожиданный факт. Я тоже что-то знаю про музыку и про футбол. Ура, ура. Слава богу. Хоть отбился, хоть как-то. Если мы говорим про FIFA, Ася, вопрос к тебе. Вот FIFA постоянно, ты уже достаточно давно увлекаешься футболом. Не Ливерпуль-Милан, но все равно это было очень давно. Я был совсем ребенком. Даже я. Хотя трудно поверить, что я был ребенком. Это я сказала античный. Да. Античный? В принципе, так. Я постоянно утверждаю, что борются против расизма. Борются за равенство. Постоянно. Дорогие слушатели, вы этого не видите, но Лизу внесло и пока не внесло. Просто Ася пошутила. Если вы слышите паузу, это связано с ней с этим. Античный Глеб. Простите, мне почему-то показалось это смешным. Простите. Да, FIFA и, видимо, вопрос идет к тому, точнее, вопрос идет к двойным стандартам. Я правильно понимаю? И замечаешь ли ты вообще на самом деле какое-то, ну вот, положительное? Просто я, человек, который состоит из привилегий по понятным причинам. Белый цисгендерный мужчина. Да, мне легко. Но замечаешь ли ты, что есть какие-то, хоть какие-то изменения? Знает ли хоть кто-нибудь из твоих знакомых футболистку Марту, условно говоря? И вообще появляется ли вот это где-то вот в поле твоего зрения как поклонника футбола? Это вопрос ведет именно к увеличению видимости и значимости женского футбола и участия женщин в футболе? Или вообще, в принципе, о каком-то мультикультуральном прогрессе? Давай начнем с женщин и поговорим о мультикультуральном тоже отдельно. Страшное слово сказала, сама не поняла, что имела в виду. Ну, неважно. Нет, ну, безусловно, какие-то положительные подвижки есть, но нельзя забывать, что, мне кажется, FIFA, как и любая другая крупная организация, неважно, спортивная или нет, сейчас под как бы давлением современных обстоятельств, естественно, выступает за все хорошее против всего плохого. Это современная норма хорошего тона, да, и как бы в этом что-то есть. Но понятно, что соблюдать это не всегда получается. Безусловно, положительные стороны есть, как, например, тоже увеличение популярности там женского футбола. Девушки-арбитры как раз работают на текущем чемпионате мира. Я считаю, это очень классно. Но понятно, что вот все скандалы вокруг Катара как раз во многом связаны с тем, что FIFA как будто не совсем соблюдает то, что соблюдает, то, что обещает соблюдать. Если говорить про вот мультикультурализм, о котором мы затронули, вернее, ты затронул эту тему. Что такое мультикультурализм? Вообще, очень многие люди не понимают, как может быть так, что в одной семье два футболиста, например, Кевин Принц Буатенг и Джером Буатенг, один играет за сборную Германии, другой играл за сборную Ганы. Как это может быть? И вообще, как к этому относиться, как с этим жить, как это пережить? У тебя вообще бывают такие предрассудки, когда вот сборная Германии, например, становится чемпионом мира, и ты говоришь, ну вот если бы отнять всех тех, кто не исторически принадлежит обязательно там неэтнический немец, да, в 150 поколениях немцам, то Германия бы была там 36-й на этом чемпионате для Германии. Ну нет, у меня нет никаких таких предрассудков, потому что человек имеет полное право выступать за эту сборную, если у него есть паспорт этой страны и соответствующее футбольное образование этой страны, поэтому достаточно часто истинание, что Франция это не Франция, Германия это не Германия, мне не близко. Спасибо, что это прозвучало в нашем эфире. Здорово. Есть какой-нибудь универсальный ответ у тебя, почему мы все-таки все равно любим футбол? Универсального, наверное, нет, есть персональный, как я уже говорила, футбол это такая штука, которая позволяет тебе как-то избавиться от каких-то таких вот повседневных оков, что ты серьезный человек, работающий, настроенный на результаты, успешный успех и просто как-то расслабиться, получить удовольствие и живые эмоции и вполне возможно, что так не только для меня и может быть это и будет. Мы сегодня говорили очень много о музыке, я думаю, нас возненавидели все зрители, которые любят футбол, потому что я просто вырвалась таким гигантским куском с рассказом про все британские группы, на самом деле не все, их больше, которые я люблю и у меня вот всегда было такое сравнение, мне кажется, оно очень затасканное, я постоянно повторяю, что футбольный матч мне правда понравился на стадионе, вот когда я ходила тогда, спасибо Оле, что водила меня бесплатно на Петровске, круто бы, если бы кто-то сводил на новый стадион, как он называется, я его только издалека видела, и в инстаграме, Зенит-арена, да, это, подожди, или Газпром-арена. Я все время путаюсь, Зенит-арена или Газпром-арена. А он вот такой хамелеончик, он туда-сюда, туда-сюда, так же, как станция метро. Арена, это очевидно, арена. На Крестовском острове. Просто да, единственное, что я помню, это то, что Бакланы там крышу расклевали, и, видимо, Бакланы должны выступать были от сборной России, потому что, раз они смогли расклевать крышу, то они бы там вообще отделали даже бразильцев и кого угодно. Так вот, у меня всегда... Ну, Албин забрал с собой Бакланы, поэтому больше такого состава нет. Атмосфера на матче больше всего мне напомнила большой крутой концерт. Ну, то есть, все смотрят в одну точку, условно, условно, в одну сторону, все смотрят в одну сторону, все очень пропитаны чувством фанатизма, все очень... Такая атмосфера, ощущение очень возвышенное, потому что, даже если ты никогда не смотрел футбол, попал на матч, вот, это заряжает атмосферу, такие все радостные, все кричат, поют и так далее. Вот, на концерте примерно то же самое. Я за это люблю живые концерты, за вот эту атмосферу единения, какое-то, знаете, такое дионисийское начало, такой вот абсолютно хаос полный, но при этом хаос направленный. И вы были, наверное, на больших матчах, крутых там, типа, чемпионат мира и так далее. Вот там чем-то принципиально отличается атмосфера от обычного, ну, там, типа, обычного матча. Я вот, например, бывал на матчах Манчестер Юнайтед. Это особое ощущение, потому что большие клубы, они устраивают шоу. С момента, когда ты приходишь на матч, ты должен выйти вот весь довольный буквально. Тебя окружает интертеймент, все весело, задорно, очень интересно. Если вы когда-нибудь ходили на какой-нибудь матч локальных команд, то вы представляете себе, что это вот сидишь на этой лавке. Люди там больше погружены в футбол, и мне это нравится гораздо больше. Мы подводим к концу наш такой специальный выпуск про футбол. Я даже не знаю, мне кажется, у нас не было аналогичного выпуска, потому что в этот раз мы просто поддались этому экстазу футбола, которому сейчас захвачен весь мир. Дорогие наши слушатели, напишите, какие у вас любимые футболисты, какие футболисты самые симпатичные, по вашему мнению. Пишите, за кого вы болели на чемпионате мира в Катаре, напишите, сбылись ли ваши ожидания, жалко ли вам японцев, которых выкинули безжалостные хорваты. В целом, мы ждем ваши мысли про футбол, и стоит ли нам вообще продолжать такую историю, связанную с какими-то спортивными соревнованиями. Может нам сделать отдельный выпуск, когда будет Олимпиада, может быть, позвать еще Асю еще поговорить про футбол, может быть, вы хотите, чтобы Глеб еще вам что-то про футбол рассказал. Так что, мы ждем ваших комментариев, в том числе и недовольных. Напишите мне, что... Я ни в чем не разбираюсь. Вот будет подкаст про фигурное катание, я вам всем покажу, но это не сегодня. А я хочу поблагодарить Глеба за то, и за то, что он сегодня мужественно отвечал на все мои тупые вопросы. Спасибо большое Асе, которая к нам пришла, поддержала этот разговор, рассказала кучу всего интересного. Я видела достойную встречу двух достойных соперников, фаната испанской и английской сборной. Спасибо вам большое за классный диалог. Теперь я знаю очень много. Жалко, что этот подкаст мы не провели до сборной, до чемпионата мира по футболу. Тогда бы я знала все, о чем людьми разговаривать, кроме того, чтобы всем рассказывать свою теорию о том, что аниме Блю Лока предсказало будущее, но будущее не предсказало, и темы для разговора кончились со всеми фанатами футбола. Итак, спасибо большое. Ребят, до скорых встреч. Ставьте нам лайки в соцсетях, пишите комментарии, так о нашем подкасте узнает, как больше людей. Отмечайте нас в соцсетях. Глеб, Ася, спасибо большое. Всем пока. Пока-пока, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.